как я использовал монитор радиатора от старой материнской платы процессора медный тяжелый дырка труднее сверлилась чем в алюминий да тем более то такой слой толстый вот сверлом иногда прокручивала сверло просверлил и потом вот таким вот винтиком закручивал самое лучше вот эта отвертка закручивала хотя нужно было сильно прижимать крутить что что-то не скрутить не попортить крестик и отвертку так очень понемножку крутить это он очень тяжело крутилась никак не хотелось потом закрутил проделалась резьба уже уже как нормальный винт входит в эту резьбу тут такой винт железно его железо очень жестко держится алюминий болит то есть медь более мягко и он проделал бывает резьбу нормально на таких винтов много там еще вот такая штучка как бы шестеренка и потом еще гайку подложил это с шестеренка когда будет зажиматься на такая покривленная она будет пронжинить и будет прижимать им и тогда будете нет постоянно будет прижимать прижиматься силу силой как пронжины какой-нибудь очень сильных так будет постоянно крепко держаться теплопроводимость будет хороший если бы не было этого ты шестеренки тогда был мог бы расколебаться и не так плотно прижатым быть это шестеренка она уже была она по умолчанию она даже не снимается вот эту шайбу я подложил потому что мне сперва я не мог докрутить потому что больше было теперь докрутил сайбы ну так и лучше будет шайба она тоже амортизацию придаст еще лучше будет тогда не только будет резьба портится не лучше прижиматься будет транзистор все похоже когда когда заземление отмотано на определенные места но она совпадает с частотой качер и тогда вот этот транзистор по мне бился током так кусался теперь у не кусается ну и теперь частота не не уползает хоть не буду вот индуктор двигаясь хоть феррита заслывать ничего не ползет рассылывать вот 1836 показывает это может чуть справа чуть слева ползет на так сильно чтоб лампы притухали не я думаю вероятно может если вот этот фильтр убрать для качера тогда может это этот эффект пропадет не через фильтр идет качер включая 18,3 где-то включая 18,3 но там сильно ничего не меняется качер влияет на 18,26 тут 18,27 килогерта показывает включаю качер 18,34 вот даже когда заземление включена качер уже влияет на пушбулу частоту у меня тут граната заземлена теперь граната не заземлена шестифильер не заземлен теперь вот что будет 18,28 включая качер 19,13 вот даже лампа придухнет от резонанса ушло у меня силлограмма вот уменьшилась потому что резонанс ушло 19,13,19 вот 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 я провод отмотываю, вообще всё шипит, но когда гранаты шестифилярные за землёной очень много на водах ловится. А тут конденсатор этот по плюсу. Его подключаю ещё больше. Буду отмотывать, а камера пусть записывает звук. Частота 20 вверх. В 19 кГц уже лампа начинает. Теперь 18 кГц уже возвращается к оригинальной частоте. Так, всё, ещё я опять немного замотаю. Продолжение следует... Ну, в общем, ещё больше цифрилья. Ну вот, если параллельно этому заземлению цепляет 5 метров заземления, то всё уходит. 17.45, вот тут 19. Во всё шипение уходит. В общем, все наводки вроде бы пропадают уже. Нателку в наводки не идут. Вот отключу катер. И 17.45. Частота оригинальная пошпула без наводок. Включаю. Вот, 19.12. Включаю заземление там. 17.44. Отключаю катер, катер, 17.44. Включаю заземление опять параллельно той заземлении. Вот 19, 24, 17, 44, все наводки на пошпуне идут. Да вот такая нескрученная заземление короткая. Это вот 25 метров скрученная. Вот этот тестограф вот пищит, но он теперь подключен от 19 вольт. Теперь он не бьется током, тут к нему можно подключать 24 вольта. Но тогда я поменял предохранитель на 2 ампера, то он поменьше, кто не запускался. Вот теперь можно смотреть с тремя приборами осциллограммы на токовом колечке. Но эта осциллография на этом чистометре, мультиметрию частоту мерите на этом. Вот символы 24 вольта, надо я 19 подал. Может немножко не хватает. Поэтому может ничего страшного. А что показывает? У него тут щуп где-то 1 к 5 с делителем сделан мой. Поэтому у него качер наводки лучше вводится, а чем выше делитель, тем лучше наводки вводится от качера. От корпуса прикасаюсь над корпусом. А теперь не будет, не сможет наводка 50 герц. Выключу. Вроде бы нет никаких наводок. Где-то слабо наводки есть. Вот. Это его собственная наводка. От его собственного трансформатора. Вот и ее убрать. Нужно просто заземление подцепить. Ну, по-моему, она теперь намного меньше, чем раньше была. И это на деление 0,02 вольта. То есть такое малое деление, наверное, почти никогда не пригодится. И еще, мне кажется, есть наводка. Качер отключил. Немножко видно от моего блока питания. Они такие маленькие, идут импульсики от моего блока питания. Но они не всегда видны. А теперь вот были видны. Но они достаточно слабы. 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 Сознав Exam. метра 17,37 килогерц также отключаю 38 не он отключен включая 18 вот в резонанс настроен 18,60 теперь качер включу все поплывет 20 лампу пригасает то есть невозможно с таким заземлением длинным даже наверное я если его раскручу я так наверное сделаю посмотрю ли с раскрученным будет наводки но если он заземление если длинное но раскрученные будут наводки на ловица вот пока без трансформатора Tesla 18,61 показывает тут 18,61 на токовое колечко подключены три прибора этот осциллограф, этот осциллограф и мультиметр так как вот токовое колечко не имеет никаких таких двойных всплесков поэтому идеально подходит чтоб мерить частоту только нужно чтоб триггер вот тут не на верхушке был тогда он не правильно может показывать частоту то ошибку и сделал что такой кабель ему как то есть он не на верхушке был теперь очень не гибкий нужно было потом вот осциллограф пищит и с него отключу допустим он перестает пищать буду запускать 19 вольт он будет биться током он тоже достает током бьется тем более у меня тут стоит меня этих блоков питания много самодельные есть потом еще 124 вольта а там вот тут все равно без дела лежит еще 16 вольт есть блок питания 16 вольт ему мало вот замеря напряжение какое-то напряжение 19,9 вольт вроде АКИ разматывал вал поднялась частота от 18,65 до 18,66 может телка немножко подогрелась поэтому эта телка такая нестабильна частоту точно никак не сделаешь вот я даже до нее натягиваюсь она начинает пищать но это не до нее от этого потенциомет то есть переменного резистора трагиваюсь начинает уже наводки ловить всякие вот уже 18,69 было же 65 то есть эти резисторы могут переменные подогреться и поменять свою там индуктивность какие-то емкости немножко поменяться и уже частота поменяется вот опять 18,66 18,67 вот генератор на DDS как говорится на микросхеме так там вроде бы все цифровое там кнопки нажимаешь и частота меняется и там частота уже не может от наводок зависеть там она цифровая и от кнопок зависит вот 18,67 тут показывает 18,60,75 прыгает тут 18,67 вот земление размотало теперь посмотрим что миликачер будет влиять на чистоту на чистоту на чистоту пушпула Телки я уверен что будет даже с размотанным заземлением вот 18,74 18,67 влияет но уже не так сильно как смотанным заземлением уже намного слабее 18,75 18,75 18,67 18,75 тут тоже показывает скачером без качера 18,67 это вот с дросселем развязанным если дроссель уберут вероятно еще больше наводок будет ловиться попробую убрать дроссель это двойной дроссель как он там называется который из блоков питания компьютер стоит такой большой достаточно гонки набирал Тумра включая 18,66 теперь включаем качер 18,72 два все равно влияние есть что с дросселем что без дросселя то есть на 18-70 еще вот рукой вожу над антенны тоже меняется 1867 1772 частота пушку вот подключу заземление 5 метров чем короче заземление тем меньше будет качеств влиятельный на пушку 1872 вот подключая на минус в общей где и качает минус подключен 1873 подключаю 1780 но почему-то не сработало вероятно что гранатами 6 филлер не за землю тут 1882 отключаю качер 1867 то есть тут качер по-любому делает наводки хоть какое заземление тестов ну разве что может если граната будет подключить чем заземлено может быть индуктор 20 то есть 10 метров тогда может минимум будет к минимуму ведется влияние качер на частоту т.л. вот подключаю заземление еще вырастает чистота пушку включил включил отключил все смотрю или там не оторвался провод вот нормально прицепим заземление вот это красный подключен там вон пять метров подключил это аудиокабель крокодил крокодил вам приключена на 25 метров вот так еще раз смотала на такой намотки вот девятнадцать сорок восемь а было восемнадцать шестьдесят шесть где-то вон вроде бы начинает амплитуда как-то прыгать вот такие своеобразные появляются кузырьки это надо включить тот осциллограф вот 1951 и качер вот слабенький 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 но перед немножко на ниже чистоте был он совсем слабенький маленький маленький вот когда прикасаюсь сбивается качи разбивается и частота 5 возраст возвращается к 1867 вот так прыгает амплитуда нужно именно на аналоговым прыгать его подключу аналоговым все-таки что-то ничего там особо не видно что прыгнул что-то чисто стоит как вкупаны вот это размазано это может все что на прыгать на то скорее всего просто качал от размаз вот еще подмотал дошла вот по 9 1964 там такая сила грамма с резонанса ушло лампы слабо горят вроде бы как бы прыгает амплитуда не очень сильно там не видно 1972 тут самая большая самый уход большой уход частоты вверх но вот такой скрутки заземления дальше начинаю закручивать начинает опять понижаться частота талки до 19 72 немножко поменялся уже 19 69 все покручу 15 63 63, 61, 59, 58, 57, 55. Ну вот есть провод. Скрутил. Вот 19,54. Там еще немножко провода осталась. Вот 19,53. Тут показываю 20,7. Теперь отключаю качер. Отключаю качер на 17,69. И вот лампы ярко горят. Вообще раньше при старте его было может 18,66. Но вот теперь он уже сам поднимается своих наводок. Может даже штук скручена земля, когда даже качера нет. Может тоже немножко влияет на телки частоту. И вот как выросла амплитуда. Уже внизу зашкаливает. Уделение поменял. Уделение поменял. Вот 19,62. Там 64. Что-то показывает. А тут 18,69. Что-то разные частоты показывает. А вот так разнины. все равно. Тут 19,7. 18,69. Отключу я этот аналоговый. 18,69. Отключу я этот аналоговый. 19,7. А вот так вот показывает 18,79. запятая с ним так более точно тут 18,69 то есть когда больше видно этих плетут тогда на среднюю величину видимо вычитывает более точно вычит вот теперь показывает тут 18,6 тут 18,7 а тут 19,18,7 и тут 18,7 вот качера то есть толки тол 4 9 4 частота уже поплыла даже без никакого качера пока я тут все смотрел и генератору не прикасался просто она может подогрелась или что и в нее частота поплыла земля касаюсь частота не плывет осциллографом этим покасаюсь земле тоже не плывет положу на гранату руку тоже не плывет вот выключу и включу наверно поплывет я 18,7 здесь я выключу и подожду некоторое время потом включу и посмотрю или поплывет вот включаю после некоторого времени после каких 10 минут 20 10 18 58 сколько было кажется 18 70 то есть толки частота поплыла это время ничего не трогал просто пришел и включил вот уже начинает подниматься 18 59 начинает видимо толку нагреваться и начинает частота подниматься это может какие-то конденсаторы прогреваться или что-то конденсаторы прогреваться или что-то но я после некоторого времени может быть быть снова включу смотрю пройдет вот 1860 уже частота поднимается насколько она поднимется посмотрим еще подождал вот поднялась частота до 1870 тут конечно но на 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 Телки прикасался, 71. Вот так, с таким генератором стабильности не будет, вероятно, нужен хотя бы на кварце генератор, чтобы была стабильная частота.